друзья добрый день сегодня у нас суббота 5 октября час дня и солнце у нас низко октябрь и в интернете у нас ходят такие споры какая гортензия же все-таки самая красная самая яркая самарская лидия или фрайс мельба или даймонд руж или pink and rose или какая-то еще ну вот сегодня 5 октября и гортензии максимально я думаю что приобрели уже свой насыщенный яркий цвет и начинают уже коричневеть и сентябрь был у нас сухой и от недостатка влаги и уже кое-где пробежались морозцы ну давайте посмотрим насколько это возможно сравним вот это у нас гортензия самарская лидия она у меня не слишком взрослая растение еще молодое ей наверное третий год и посмотрите сегодня 5 октября какая она меня в открытом грунте соцветия приобрели лепестки вот вот здесь с северной стороны они насыщена такого рубинового цвета но внутри соцветия как у всех метельчатых гортензий она такое зеленцой внутри с южной стороны соцветия конечно же немножко подгорели и вот в таких белесых точечках здесь уже соцветия высохла вот такая сегодня самарская лидия так возьмем какой-нибудь ее самый яркий цветочек получилось так ну и хорошо у нас великие луки псковская область регион северо-западный и посмотрим кто же у нас кто же самый яркий а это гортензия фрайс мельба зацвела она давным-давно и уже отцвела здесь также у нее соцветия подгорели на солнышке от недостатка влаги и вот такие у нее соцветия сейчас тоже довольно таки насыщенного винного оттенка сейчас обойдем ее с северной стороны посмотрим вот фрайс мельба с северной стороны и возьмем какое-нибудь ее самое самый яркий цветочек так это у нас он валился хвостик самарская лидия и фрайс мельба ну вот мы видим да что самарская лидия в моем случае в моем саду до самарская лидия ярче чем фрайс мельба может быть в этом году может быть в этом саду но у меня самарская лидия ярче чем фрайс мельба ненамного конечно и это практически можно сказать и незаметно потому что лепесточки у них похожи они не слишком крупные и у самарской лидии они более округлые а у фрайс мельба немножко такие под вытянутые но тоже яркие и соцветия фрайс мельбы более удлиненное и у меня она в этом году состоящая из таких вот помпончиков бывает год когда фрайс мельба состоит из однородного соцветия такого полностью структура его не состоит из таких вот шишечек я не знаю от чего это зависит помпончики эти более рыхлые соцветия может быть во время во время когда формируется соцветия скорее всего это зависит от погодных условий то есть солнце и влага и формирование соцветий наверно от этого зависит так ну и теперь пойдемте посмотрим как у нас сегодня 5 октября чувствует себя даймонд руж ну вот друзья даймонд руж в этом году он великолепно цвел у него были такие соцветия с такими большими прибольшими лепестками очень большими и давайте мы их сравним вот надо найти такое самое яркое самый яркий цветочек такие большие у них большие огромные цветы даже есть еще больше но они все разные здесь где-то серединка белая какие-то уже покоричневели вот смотрите вот эти два цветочка это самарская лидия верхние в середине у нас фрайс мельба и даймонд руж ой солнышко отсвечивает сейчас пойду положу их куда-нибудь на зелененькое ну вот смотрите ну вот как 10 определить кто самый яркий самарская лидия винно ярко такого насыщенного цвет бургунди фрайс мельба чуть посветлее даймонд руж такой более насыщенно вишнево винный что ли но лепесточки огромные но все-таки в этом году у меня наверно ярче всех самарская лидий она темнее она такая ближе к бургунди а даймонд руж яркая даймонд руж все-таки ярче не знаю как считаете а еще в этом году очень яркая pink and rose мы можем их тоже сравнить вот посмотрите pink and rose она и в прошлом году была очень яркая в прошлом году у нее были крупнее лепестки в этом году лепесточки у нее помельче соцветия такое тоже плотная и опять же очень яркая очень яркие у нее цветочки вот самарская лидия да даймонд руж можем тоже ее взять в команду самых ярких гортензий самарская лидия фрайс мельба даймонд руж pink and rose вот они яркие красавицы моего сада можно было бы сюда добавить еще пинки промис она тоже очень очень яркая вот она красотка пинки промис и вот соцветия которые зацвели раньше всех они тоже насыщена такого ярко рубинового цвета вот посмотрите пинки промис пинки промис не уступает яркости вот самарская лидия и пинки промис яркие красотки друзья еще посмотрите какая яркая стала крупнолистная гортензия крупнолистная это у меня гортензия red красная она соцветия при отцветании становятся такие бледно-бледно такого розово-фиолетового цвета потом даже они как-то слегка зеленеют вот вот такие они были недавно буквально стояли вот такие все зелёбки и с наступлением вот таких вот такого похолодания и когда пошли у нас дожди соцветия из зеленых превратились в такие ярко-ярко-красные вот самая красная это вот крупнолистная вот это гортензия и она очень яркая цветок у нее крупнее чем у даймонд руж даймонд руж тоже довольно таки крупный до цветок а у крупнолистный он такой более жесткий и более яркий вот такой сегодня bonfire он у меня в контейнере 10 литров поэтому ему где-то не хватало влаги где-то питание и некоторые соцветия уже такие подсухарились но они тоже довольно таки яркие но мне кажется что bonfire у него такая все-таки серединка кремовая хотя вот на солнце внешне внешние лепестки довольно таки яркие и очень крупные цветки добавим и bonfire в нашу команду ярких соцветий bonfire цветок у него очень крупный вот это даймонд руж bonfire еще крупнее цветок он может быть даже еще крупнее вот крупнолистная здесь мы ее уберем чтобы она нас не смущала здесь будут у нас метельчатые гортензии самарская лития даймонд руж bonfire bonfire pinkie promise pink and rose bonfire конечно яркий очень яркий даймонд ружье б Продолжение следует... 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 Продолжение следует...